СТАРЛАДР ТВ Продолжающие сражения пройдут в столице Беларуси, на площадке спортивного комплекса Минск-Арена, готовым принять, ни много ни мало, 18 тысяч зрителей. Освещать все матчи сезона. Для вас будут хорошо известные и любимые вам комментаторы. Призовой фон турнира вырос более чем в три раза, до 300 тысяч долларов США. Теперь следить за всеми сражениями сезона Старсерии в Дота ТВ можно бесплатно. Лучшие команды мира на одной сцене. 12 претендентов, 1 трофей. Смотри трансляции и болей за своих. Продолжение следует... Егейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун, Контерстрайк и Старкрафт, World of Tanks и Лига Легенд. Егб.ком. Ты точно знаешь, кто победит. Дота 2 и Хардстоун, Контерстрайк и Старкрафт, World of Tanks и Лига Легенд. Ну что же, всем еще раз добрый вечер, ребят. Мы продолжаем сегодняшний вечер на Старладре. Также продолжаем сегодняшний вечер с Эмпайр. Тринадцатый сезон Старсерии. Мы с вами смотрим и по-прежнему, по-прежнему у нас первый групповой этап европейского дивизиона. Мы с вами сейчас в группе Б, где уже очень много матчей сыграно. Ариянцы, напомню, выиграли у всех. У них три победы. Ноль поражений у пэеров. Есть победа и поражение. У Альтернейт и у Эмпайр побед пока нет. И вот эти две команды сейчас друг с другом будут сражаться за право оставить за собой хоть последний шанс. Зацепиться за второе место в группе и попасть в стыковочные матчи. Если выигрывают здесь Альтернейт, то завтра они против пэеров будут играть как раз-таки за это второе место. Если же выигрывают Эмпайр, то все будет интересно. Возможно, разнообразные варианты. Посмотрим, как пойдет игра. Посмотрим, смогут ли Эмпайр отыграться после сегодняшнего не самого приятного старта дня, которое было у них во финале PGL Pro AM лиги. Ребята проиграли, если тем, кто не смотрел, подскажу. У команды TIS Rejects. Немножко недозаработали. Потому что там 15 тысяч долларов за первое место был призовой. Так что немного-немного потеряли денежек парни из Эмпайр. Точнее, ну не потеряли, а, скажем, откровенно, недозаработали немножечко денег. И недозаработали титул. Вот то, что им, в принципе, было нужно в их нынешней ситуации, когда результаты не самые лучшие и так далее. Да, в той игре, отмечу сразу, стенд-ином на позиции оффлейнера за Team Empire играл Чеширский Кот, игрок команды Power Rangers, все еще. Казалось бы, никаких анонсов мы не знали. В этой игре играет Flow. Flow, который уже играл стенд-ином за Эмпайр. Но вы знаете, что на DreamHack поедет стенд-ином на LAN FANIC играть за Эмперию. Так что вот такие вот расклады. Ну что, давайте ближе к пиву. В принципе, предыстория матча уже ясна. Тусик, Бэйн, Герокоптер и Инвокер от Team Alternate от Такса. Ну и Шедуфин, Дазл, Шейкер, Джиггернаут пока от Империи. Посмотрим, что будет последними банами сейчас банить имперцы. И последний пик Alternate от Такса. Опять-таки у Alternate Инвокер в пике. Видели мы сегодня уже дважды Инвокера. Один раз. От Империи один раз. Против Империи. И, кстати, вот ту самую игру против Инвокера. Team Empire выиграли. Ну а вот он, Шедуфин. Туск, Бэйн, Героинвокер. И Шедуфин, Дазл, Дазл, Дазл должен... Ребят. Это же Шедуфин. Мы же этого Шедуфин, Демона, только что брали и нас просто избили. Ну и ласт пик. Резоль думает. Резоль будет играть на СФ. Это понятно. Джиггернаут для Сайлента. И Шейкер для Флоуа. Это точно. Тоже понятно. Ну и нужен второй саппорт. Нужен саппорт четвертой позиции для нашего любимого оружия Y. Ну и вы смотрите, сколько времени Терезоль потратил. Очень много. И это... Все-таки это Рубик. Все-таки это Рубик для Алохи. Ну, в принципе, хороший пик. Почему бы и нет. Ну что же, и начинаем с вами смотреть игру. Итак, за сторону Дайр начинает нас Альтернаит Атакс. Товарищ Бум, будем знакомиться с ребятами. Опять-таки, понятно, что они новички, как на Старладере, так и вообще на про-сцене. Эли Сах. Эли Саш играет нас на Shadow Demony. Товарищ Экзотик Диир, экзотический олень, играет на Керри Герокоптере. В миде Суприм будет стоять на Инвокере. Второй саппорт Роберт Джинайн на Бене. Ну и в сложную нишу на товарища Тусики. Отправляется. Это команда Альтернаит. И сейчас мы переходим к команде Эмпайр. Ну, тут все стандартно. В принципе, оружие игрек. Ну и, конечно же, Алоха Дэнс играет на Спортрубике. Сайлент сыграет на Керри Джиггернауте. Ноуфир пятая позиция. Суппорт Дазл. Резоль в миде на СФ. Ну и в сложной флоу на Шейкере. Ну, вот такой вот расклад от команды Эмпайр. Начинается игра. Best of 3 формат. Напомню, для Империи победа 2-0. Это единственное, что им надо. 2-1 Империю не устраивает никак. В случае 2-1 у Имперцев разница по картам будет такая, что даже если все карты правильно ляжут дальше, то Империи никак не выйти из этой группы. Поэтому им нельзя проигрывать ни одной карты. Поражение на одной из карт сразу же лишает их всех шансов. Ну, тут тем временем мы видим довольно веселый был момент. Заслипил Бэйн СФ. Оно немножко поздновато. В итоге все равно забирает у нас руну СФ. Ну и получает маленький бустик в самом начале. Ну и Ноуфир будет помогать здесь. Да, скажу вам сразу, что я всего лишь первую карту для вас прокомментирую. Вторую и если надо будет, то третью карту для вас будет комментировать Виктор Волков. Виктор Волков, который уже успел вырваться из темноты пропавшей электроэнергии на нашей студии. На студии Старладера. Будем надеяться, что к завтрашнему дню все будет окей. И завтра уже будет нормально. Вы со студией будете видеть в вечернем стриме. Завтра Альтернет против ПР играет. Нави играет против команды СФЗ. И все будет хорошо. Завтра я уже для вас буду работать со студией Старладера. Мы пока смотрим игру. Пока наблюдаем. И я не один. Самый Лев. Здравствуйте, молодой человек. 4 из 5 игр проиграли Empire на Джиггернауте в этом патче. Снизу экшн сайлент. И хорошо. Слип неплохой. Тут же будет. И надо дорезать. Надо дорезать Роберта. И так и делает имперцы. Ну и ниша тут пытается конечно уйти. Слушайте, а телекинеза нет. Телекинеза не будет. По 105. Алоха попробует. Алоха пробует 105 дальше. Сайленту надо еще очень много времени. Поэтому тут Алоха конечно может 105 хоть до утра. Но чуть ли не подставился еще. Так что так вот. Не надо. Не надо так. Ну блядь. Илюшка. Ничем хорошим не закончится конечно. Ну Алоха конечно шикарно отыгрывает на этом герое. Да и сегодня проигранная игра против CIS Regex. Ну точнее в единственной выигранной игре он сыграл на Рубике. И сыграл очень-очень круто. Я думаю спорить никто не будет. Ну и вообще это один из лучших его наверное героев. Все-таки надо этому человеку герои с... На которых надо очень хорошо исполнять. Слушайте а тут-то шейкеру сейчас будет больно. Ну правда два стака не так страшно. А вот третий. Если бы висел, то ну вы знаете можно было бы так серьезно по голове садануть. Этому шейкеру. Ну вот шейкер тут тоже неплохо действует с лоу граунда. Пытается воровать какой-то экспук, какую-то денежку. И в принципе что-то там у него получается. Так, в миде. Атака может быть от Бэйна. Резоль отходит. Ну и Резоль пока, видим, действует так на своем хай граунде. Далеко не идет. Потому что вот-вот чего он опасается. Опасается он Бэйна, который будет выходить. Ну и Бэйн действительно вышел. Тут же получил вот резолюшн немножечко... Ну не особо много. Ну а тут... А тут что? А тут шейкер. А тут шейкер, который уже по таврам, кстати, имеет крипов. И по таврам-то с этими крипами можно довольно неплохо XP и денег получить. Четвертый левел практически у него уже имеется. Поэтому шейкер каких-то претензий быть, наверное, не может. Да и нету их. А тут Бэйн с Рубиком. Серьезные воины у них. Львы-львины дерутся. За экспу, за деньги, за все подряд. Сайлент на Джиггернауте 14 на 3. Вы знаете, крипстат в принципе неплохой. Да, немножечко там было, несколько секунд потеряно, когда вот шла вот эта вот беготня за Тусиком, когда убивали Бэйна. Но опять-таки не стоит забывать, что у Сайлента все-таки имеется еще Форсблад. Что немало ему денег дает. И если посмотреть, то по Нетворсу мы видим, что Сайлент идет на первом месте. Заслуженно первом месте, конечно же, по Нетворсу. Бэйн тем временем 1-1. Вот Alternate проиграли все игры против Dazzle 4 и против SF. Ух, нулевой винрейт у них просто против Dazzle и SF. Это прям как-то аж прям нулевой, но это прям очень плохо. Я понимаю, когда он там хотя бы процентов 25, но когда ты ни одной игры не выиграл против Dazzle из 4, это прям совсем печально. А так, забегает сюда Бэйн. Слип будет ли бить Алоху. С ДД Бэйн очень больно бьет по 120 демча. Алоха. Все абсолютно верно. Алоха должен кого-то поднять, постараться бросить. Фейтболт нужно дать в любом случае. Дает Алоха фейтболт. Раскручивается Джаггер. Есть здесь Сноубол. Алоха пытается уйти. Алоха должен погибать здесь. Да, и еще и Шарды отличные, так чтобы Ниша и Бэйн с ним смогли уйти. Сайлент идет за Бэйном. Слушай, давай у него уж по-прежнему 120 демча. Осторожно. Флоу пришел. Ну, и до свидания, Бэйн. Ну вот, неплохо. Да, 2-2. 2-2 пока, если бы не смерть Резоля, было бы, в принципе, все хорошо, наверное, и для Империи. Но вот то, что Резоль в миде умирает, пока вот этот висекшн снизу происходил, Резоля в миде приобрели. Это, наверное, немножечко вот не в плюс явно. Кстати, слушайте, тут Ниша дальше продолжает проседать. Но Сайлент пока его ничем загнать в соло не может. Нету Амнислэша. Да Амнислэша надо буквально еще пачечку крипов убить, чтобы никто не мешал. Ну, Сайлент, вы сами понимаете, что лучше вот по одному уже не выходить. Ну, что обычно это заканчивается печалью какой-то. Ух ты, смотрите, как за денаил, та Бэйн, этот вард. А вот это вот сильно было. Альтернат, 18 игр и 4 победы в этом патче. 22% общей дает на этой. Да, согласен, на этом, пожалуй, и закончим. В этом патче действительно все плохо у них. Отборы и про серию они выигрывали еще на прошлом патче, поэтому, возможно, добрались сюда. Но вот мы видим, что пока тут не справляются. Так, Ниша прячется. Резоль, Койл и дальним добивать. Ну, нет, фейтболтом добил Рубик. Так, не хватало немножечко демеджа. Ну, в любом случае, забрали и... Самое главное. Резоль в миде. Суприм очень хорошо давит резолюшина. Резоль на развороте понимает, что надо дать демедж максимальный. Ну, просто погибает. Демеджа не дает. Но шейкер отрезает, куда пойдет Суприм. Нет, Суприм никуда не пойдет. Суприм просто отсюда уходит и все. Не догнать. Ну, пока инвокер тащит. 2-0-0 у инвокера. И пока все, в принципе, хорошо. Суприм за счет этого держится. Ну, и дает надежду, наверное, своей команде на то, что все может быть нормально. Что будем жить, ребятки. Все нормально, я тащу. Будем жить. Ну, и Джиггернаут. Тем временем, есть Фейзы. Выходит понемножечку в Аквилку. 38 крипов убитых. Есть уровень 6. Качается через Варты. Плюсик разочек качал. То есть, Блейд Фьюри плюсы. Без критов вообще. Потом будет Сайлент криты качать. Ну, пока мы видим, пугает. Нишунов, хотя понимает, что убить все равно он не сможет его. Только разве что, если Алоха подымет. И в эту же секунду будет ультимейт. Сайлент должен ультовать. Ну, в итоге не ультанет сейчас Сайлент. И может погибнуть здесь Алоха. Алоха выживает. Сайлент распугал всех. Уходит отсюда. А мне слэш есть в запасе. Я думал, будет просто ультовать Сайлент. Тут 3 человека уже могут сейчас быть. Нет, все равно их по-прежнему 2. Я думал, будет кто-то делать сюда еще раз ТП. Но решили, что хватит. И так делать сюда ТП не имеет смысла. Ибо ничем хорошим не закончится в этот конкретный момент. Так. Вэпан Игрек. Как же тут? Ну, знаете, самое интересное движло происходит действительно на этой линии. Даже не в миде. В миде. Ну, что там в миде? В миде там Резоль убил 2 раза. Инвокер. Окей, Резоль пошел в лес. Поформил нас так именно эфиром лес. Ну, кстати, довольно удивительно то, что Резоль дважды погиб в миде. При наличии дазла, да? Которого мы не видели вообще нигде. То есть дазл, по сути, должен быть где-то здесь. Но дазл не здесь. Дазл где-то в лесу. Ну, это плохо. Джиганал минус бэн. Все-таки дождались. Там, кстати, пошла еще драка с нишей. Разменивается ниша. Колл даун. Впервые в игре у нас гироковтер. Сайлента расстреливает. Ниша погибает. Ну, и Сайлент тоже. Ну, очень хорошо, что Сайлент развернулся в нужный момент. И понял, что можно по лбу настрелять еще. К одному. Я промолчу. Я промолчу сейчас про то, что произошло с No Fear. Я просто навел на него, чтобы вы видели, что ни Хилл, ни Грейв не были в кулдауне. Слушайте, а Шедоу Демон там убил тем временем Шейкера. Сам разменялся, конечно, с Рубиком. Проблема у Резоля. И Резоль тоже погибает. Это минус 4 от Альтернат. О-о-о-о. И в 8-6 Тим Альтернат выходит вперед. Вот это да. Сайлент снизу один закрывает его. Сайленту, которого ни слэша нету. Инвокер рядом. Убивает крипов. Ну, и Сайленту страшно. Поставил он палку-хилянку. Уйдет, конечно. Ну, пока действительно Сайленту страшно. Я его прекрасно понимаю. Мне бы тоже было бы страшно. Так, Сайлент. Раскручивается. На нишу. Тут 4 героя уже. 5 героев Альтернат. Ой, какое тайминговое торнадо! Залетает колдснеп! Этот чувак на инвокере играет. Очень хорошо. Есть Грейв. Не поможет это никак. Абсолютно Айрату. Колдан в No Fear. За ословили No Fear. Шейкер дает стан. Ну, и, наверное, удастся уйти No Fear, если ниша не вкатится. Сноубол в кулдауне. Ждет он до конца. Шардами добивает. Еще минус 2. Какой же фестиваль сейчас в исполнении Альтернат Атакс. 10-6 на 10-й минуте. Ну, и как же много они-то сейчас-то надзарабатывали. Ух ты же Альтернат. Вот это да. Вот этого не ожидали точно от поляков ребята из Team Empire. Уж поверьте. Я думаю, никто не ожидал, в принципе, да? Ну что, Тавр будет забирать? Нет, есть. Сюда ТП. Прибегает опять-таки Айрат. Будет пытаться бить Хриппол. Ну, и Сайлент готов. Ультануть уже в кого-то, наверное. Но тут 7-й левел тусик. Его просто так не взять. Там уже очень сильный у нас инвокер. 3-й инвокер. Пока. Знаете, после тех двух инвокеров, которых мы сегодня видели, один был... Не очень. Хорош, да, Айсберг. Потом был Резоль, который старался, но тоже получилось не очень хорошо. Такие оба проиграли. Ну, здесь инвокер пока по началу игры мне нравится. Будем говорить, даже очень нравится. Так, пошел Сноубол. Алоха. Валрус Панч. Есть ли Хелп Ап? Будет ли Брейн Сап? Есть Брейн Сап. Алоха. Заслоило. И убивает его спокойненько. Ну, и суть в том, что ответка очень поздняя. То есть, ноуфир подбежал. Пока Даззл совершенно бесполезный. То есть, ни Грейвова вовремя, ни Хиллов. То есть, ну, не видно вообще присутствия этого героя. Резоль, миди, Резоль. Подставляется опять на ЕМП. На колд снэп. Ну, и убил... Нет, не убивает его Суприм на этот раз. Ноуфир все-таки прилетел. Хоть раз, кстати, будет ловить. Будут ловить инвокера. Он понимает, что надо бежать все-таки в ту сторону. Тут хотя бы стана вниз. Засловили его. Получил он вивно. Две части пытаются разделиться. Шекер ультует в Суприма. Неплохо забирает его. А АСФ там погибает тем временем. И еще и Даззл погибает от шардов. Рубик. Шарды в ответку. Рубик пытается поднять гирокоптера. Спрятали его. Будут вкатываться туда. Тут Сайленд. Будет принимать людей. Сайленд. Хорошо. Может сделать один, может даже два фрага. Да, два фрага делает Сайленд. Даблкил делает флоу. И разваливает еще и Бейна. Ну, поляки немножечко загуляли. И были за это моментально наказаны. Так, флоу. Снизу проклинает. Есть пурш. Флоу. Флоу. Больно ему. Побегал вокруг тавера. Ой, братан. У тебя же таманы теперь нет. И умирает. Ну. Видно, что не хватает опыта. Явно видно, что не хватает опыта. Потому что все, в принципе, хорошо. В какой-то момент был ультернейт. Но потом очень сильно подфидили. То есть, как бы, да, пять фрагов подряд фактически сделали. Но по деньгам мы видим, что вот четыре тысячи было. Осталось. И вот блингдагер у флоу. А вот флоу сейчас может с этим блингдагером делать серьезные вещи. Вот действительно с этим блингом можно уже очень хорошо врываться. И вообще творить очень интересные моменты в игре, скажем так. Смотрим. Здесь оружие игрек. Сайлент, кстати, десятый по-прежнему левел. Не одиннадцатый. Суприм. На хэгграунде. Видит Сайлента. Побежали. Побежали. В миде. Тем временем есть у нас врыв. Пытается коллдаун. Хороший дать гирокоптер. Коллдаун получился плохой. Минус Бэйн. Моментально. Но разменяли его на Рубика. Шекер может прыгнуть, но нет ультимейта. Шекер. Надо хоть что-то сделать. Шекер подставляется. Шекер. Очень больно. Тут Грейв. Надо ему Фиссуру все-таки дать. Фиссуру может дать, но он очень бит и уходит отсюда. Джигирнаут потратил ультимейт. И в итоге минус. Шекер все-таки выигрывает этот размен. Альтернейт 2 в 1. Ну еще и ракета в Сайлента, кстати, летит. Но продолжение вряд ли будет. Пятнадцатая минута. Пятнадцать-двенадцать. Альтернейт ведут. И, вы знаете, очень веселые разборки у нас пошли. Ну и Т1 тавер приходится отдать империи. Пятнадцатая минута игры. И мы видим, вышечка падает. Пошел Сноубол. Дальше поймали Алоху. Алоха должен погибать. Алоха прячется в шар в ответку. Немножечко еще, казалось бы, пожил. Но нет. Даже не написало, что он украл. В итоге минус Алоха, минус Тавр. Боже, настолько нагло играет империи. Настолько сильно их за это наказывают. Это прям наблюдают. Боже, тут четвертый еще до Пайзон. Тут очень больно. Сейчас будет Сайлент, то есть, когда его взорвут. Ну, правда, под хилом не так уж и больно там. Ну, что у них больно? Много. Надо не забывать. Ну вот. Экзотик Дир продолжает фармить в лесу. Ух! Пока игра явно идет не по тому сценарию, который бы хотелось видеть болельщикам Team Empire. Да и день вообще идет, скажем честно, не по тому сценарию. Ну, можно подсобраться. Тут, в принципе, вы сами понимаете, что 3000 XP, 3000 голды не так много. Выходит все-таки Shadow Blade. Потом, может быть, еще во что-то, ребята, выходит Резоль. Ну, пока это просто Shadow Blade. Потом, может быть, будет Silver Edge. Или же будет во что-то его там... Во что-то другое выходить. Ну, это уж поглядим. Это вот сейчас сказать тяжело на топе. Инвокер с Midas. Кстати, Инвокер принял именно такое решение Supreme. Сыграть через Midas. Ну, возможно, оно правильное. Тут спорить не будем. Ну, и на топе. Хотят, хотят его принять. Знает Supreme, что здесь ищут его. Знает, что здесь пару человек. Ну, как ты это сделаешь-то? Как ты на него нападешь? Вот бегает он в инвизии, и все. Смотрите, и Flow. Вот теперь, говорит, он здесь. Вот маяки пошли от Flow. Вот Инвокер здесь. Инвокер. Опять-таки дает InfoFlow. Говорит, блин, я не знаю, что делать. Блинкаут делает. Закрывается подальше. Ну, и колдаун. Навстречу влетает. Шейкер. Шейкера пытаются зазонить подальше, чтобы он нормально не мог ультануть. Шейкера здесь видно. Он без маны. Он не может ультануть. И Торнадо его добивать должно. Но не попадает Торнадо из Грейм. Шарды по таймингу. Ну, немножко не до конца. И вынужден ультимейт тратить свой бейн. Цыпанули все-таки. Все-таки цыпанули. И убили этого Шейкера. Альтернейт. Ну, уж очень сильно хотели они это сделать. Ну, и таки получилось. Снизу. Ловят Сайлента. Сайлент. Рокет в него. Уже проблемы. Сайлент. Шар. Валрус Панч. Ого. Ребят. Ого, Гошеньки. А вот это вот уже начинается быть серьезные. Начинаются серьезные моменты, скажем так. Потому что так, оружие Y нападает на Суприма. Ворует у него Гост Волк. И это, кстати, хороший спелл, чтобы поизвать его сейчас. И в Гост Волке можно немножечко потусоваться хотя бы. Девятнадцатая минута. Четыре тысячи и четыре тысячи. Немного повторяемся еще раз. Но неприятно. Тем временем врыв еще один. На Резоль. Резоль ультует. Перед смертью, скорее всего, Шейкер дает стан. Резоль нейтралом, ну, почти отдался. Гирокоптер достреливает его. Но Фир пытается уйти. Но Фир очень больно. Шарды. Шейкер ворвался хорошо. В троих забирает одного. Ну, а что дальше? Ну, а что дальше? Минус No Fear. Флоу. Флоу едва живой. Побежит сюда Сайленд с ультимейтом. Сайленд пошел ультимейт. На Экзотик Дира его убил. Суприм вошел в драку. Пытается расстрелять и Сайленда, и Алоху одновременно. Сайленд без маны. Сайленд забирает еще одного. Даблкил сделал Сайленд. Уже минус три в исполнении ребят из Эмпайр. Но Сайленду здесь с Супримом еще надо драться. А этого он вряд ли победит. Хотя все-таки может. Сайленд взрывается. Сшедоу демон его взорвал. Минус четыре. Алоха последний. Алоха ПВП с Супримом. Суприм на лоу-граунде. Заманивает Алоха куда-то. Ну, а и... До конца не вышло. Что-то тут уже Бейн. Ой, да ладно. Неужели он его убьет сейчас? Да, размен получился четыре в три. Опять-таки в пользу Эмпайр. Несмотря на то, что они умерли вчетвером. Но фраг на гирокоптере дал им довольно много. Так, нельзя. Так играть нельзя. Ни в коем случае. Ну, я думаю, прекрасно понимают это Эмпайр. То есть не то, чтобы, да, играем плохо, потому что мы играем плохо. Нет, прекрасно они понимают, что так играть нельзя. Но вот хочется же как-то... Прям сейчас подсобраться. Так, ну что же. Shadow Demon. Знаете, он становится жутко опасным. Потому что у этого товарища сейчас будет Аганим. То, о чем мы говорили. То, о чем мы говорим всегда. То, за что мы всегда болеем. Он вообще не отказывает себе в фарме. Не отказывает себе в хороших вещах. И мы видим, действительно, до Аганима у него осталось совсем чуть-чуть. Прям, ну, совсем чуть-чуть. И в ближайшие минуты он его получит. Так, ну, тем временем Рошанчик. Тем временем Рошанчик падает. Ну, и Альтернейт. Заберут его. Не знаю, стоит ли идти сюда Эмперцем. Не знаю. Идет оружие игрок. Спалили. Silent. 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 Если мне Слэш, цепляет его в ультимейт. Silent. Сбивает ультимейт Байну. Пошел кулдаун. Silent. Silent пошел прыгать куда-то далеко. В итоге заканчивается ультимейт. Получает Purge. Начинает его бить Шекер. Отличный. Отличный врыв от Флоуа. Просто отличный. Но спрятал всех опять-таки ниша. Пошел под хил. SF пытается ультануть. Ультует. Но не может никого убить. Боже, все красные. Просто только сейчас забрали Shadow Demon. Разменяли вы на Шекера. Гирокоптер. Гирокоптер должен забирать Резоля. Должен забирать Резоля. Да, Резоля он забирает. Жив сам Гирокоптер. Silent только сейчас в зарезе бегает Silent по драке. Оружие игрек дерется. Вкатились в него оружие игрек. Тоже погибает. Это 3-2 драка проигранной. И фуловый дазл, который стоит очень далеко. Да, он хилил. Но фуловый дазл. У меня еще сумрит фуловый дазл этот. Смотрим. Шарды. Но фир. И тут брейнсапом. Ничего тут не сделать, но фир. Минус 4. Ну да, Рошана Альтернет не забрали. Но минус 4 сделали. Но тут только за дазл уже показывается. Ну, за всех остальных, в принципе, ее не показывают. Пока что потом. Ну что, Рошана. Ну, на этот раз-то Империя сюда точно придет. Несмотря на то, что флоу оба раза просто отлично ворвался. Оба ультимейта были очень хорошими. Но мы видим... Не тот, не первый врывы там, да, на эншетах. Не второй здесь на Рошане. Ничего толком. Империи не дали. 17-26. По деньгам более 5000. По XP уже 7,5 преимущества. И продолжает вот этот товарищ еще и с Сайленсом вносить полный дисбаланс. Есть просветка. Вы видели Резоля. Ну и Резоль тут без шансов. Разрывают. Не дают Резолью сегодня играть. Не дают Резолью сегодня жить. Не дают вообще Резолью ни минуты покоя, ни секунды продохнуть. Я даже не знаю, что дальше делать сейчас Резолюшену. После появления Шедоу Блейда у него понемногу-потемногу собирается БКБ. Собирается уже очень много времени. Но и пока мы видим БКБ нету, а тут тем временем пока нет. 25-я минута Аганим. 3226 Шедоу Демонов. За это время было только 36 Аганимов. Видрейт 72%. Все эти 36 товарищей это мои любимчики в Доте 2. Это один из лучших артефактов в Доте. Ну если говорить о... О Аганимах так вообще это по-моему лучше, что может быть. Ну что, Т3. Понемногу, по чуть-чуть ковырять надо Т3. Да, как Зотик Диер. Ой-ой-ой-ой-ой. Наполучал-то как. Там тем временем Даззл вообще без маны. Просто 800 маны его и 700 хп лишает моментально инвокер. И что тут может сделать Даззл? Ну непонятно. Полетел наверх. Да, это, кстати, топ-3 результат по сборке Аганимов на Шедо Демонов за все время. Неплохо. Так, в миде. Эмпайр. Будут пытаться что-то придумать сейчас имперцы. Ну и посмотрим, получится ли у них. Ну пока мы видим, Резоль просто пошел в топ. Резоль надо нафармить где-то до этого рецепта на БКБ. Экзотический олень идет в атаку. По деньгам посмотрим. 7500 по хп 11 тысяч. Преимущество еще выше. Ну и 2 минуты до потери, кстати, Айгеса. Курьера еще Рейдетсовского убили. Да что ж происходит вот здесь у Супринца. Ну, это, кстати, шикарный инвокер. 8-1-11. То есть, да, и Айсбергу, и Резолье я бы обратил внимание, что вот именно так надо играть инвокером квасовексовским, который просто не дает тебе покоя. Ну, там мы видим, Экзорт уже даже в 3 качер. То есть, в принципе, все у него есть. На топ имперцы. Пытается стянуть сюда людей. Шекер отрезает нишу. Ну, врываться дальше никто не будет. А тут, кстати, поймали, наверное, Сайлента, да? Сайлент. Сайленту очень больно. Ну, правда, жирный товарищ все-таки Сэнджин Яша. Нужна хелпа. С пол хп ему только инвокер сбивает с одного орхида. Это, конечно, мало. Но имперцы все-таки заставили альтернейт передумать и уйти снизу. Ну, снизу, куда-то там на центр, на топ, еще куда-то. Ну, то есть, пока делают все по-своему. Импайр, ну, учитывая обстоятельства. То есть, ой-ой-ой, Шекер. Сайлент и бить его надо. Ну, слишком далеко. И торнадо даже подымать не стал. Но это, кстати, довольно удивительно, что он не стал. Ну, может, он понимал, что главное, чтобы имперцы сейчас боялись. И паниковали, чтобы боялись где-либо держаться. Ну, что же, тут у нас товарищ Шэдоу Демон. На топ подтянулись вдвоем с нишей и прогнали отсюда. Соперника. Ну что, инвока. Инвока. Ну, пора бы, пора бы. Опять-таки, неужели мы сейчас столкнемся с проблемой стандартных молодых команд, которые знают очень четко, что делать вот где-то до определенного момента, там, до 20-й минуты, а потом у них начинается какое-то подвисалово. Инвока. Пока делает все нормально. Ну, вот, надо бы как-то побыстрее и повеселее это делать. Вот это вот все нормально. Ну, не всегда все нормально, да? То есть, вот, есть какой-то момент провисания сейчас по активности от альтернаит. И, ну, хотя мы видим, да, имперцы за счет того, что вынуждены бегать все исключительно пятером, теряют огромное количество тоже времени икспы, и денег. Так, врыв. СФ на развороте. Тут же сбивает ультимейт. Или не успел? Не успел кастануть финсгрипп. Просто не успел. Кулдаун успевает дать у нас. И может быть хороший ульт. Может быть очень хороший ульт. Шейкер. Боже, как же все чудесно. Боже, как же все чудесно. И еще один минус. Ну, вот то, что надо было. В инвизика стоит ультимейт резольф. В ту же секунду врыв шейкера. В ту же секунду врыв джигернаута. И 4000 голды, 5500 экспы. И еще один тавр забирает Team Empire. Ну, и вот это уже похоже на камбэк, ребята. Это уже похоже на камбэк. Есть байбэк у Шэдоу Демона. Ну, он говорит, у меня уже есть эгоним. Мне, в принципе, больше ничего не надо. Ну, вот так вот. Вот что значит не спешить. Вот что значит долго думать. И получить вот так вот в лицо такую комбину от Empire. Empire только этого и ждали. И прекрасно понимает Supreme, что ему сейчас убить-то будет сложно. Ну, вот хочет поймать резольф, но поймал Nofear. Да, Nofear нечем сейвиться. Поэтому Nofear тут, конечно, погибает. Будет ли ответка. Еще Курьера забирает сразу же Supreme. Ну, продолжает, продолжает этим заниматься. Просто суть в том, что когда у вас есть инвокер, который вот такой вот игрой занимается, вы должны как-то вместе, вчетвером идти просто по какой-то линии. А он должен бегать, ловить тех, кто перетягивается к вам на попытке убивать. Ну, вот как-то так надо действовать, а не просто вот нонсенс-беготня какая-то по карте. Ну, так толку не будет. Есть баттерфля. И Рубик, вы посмотрите на Алоху. Выносит агоним Рубик. Очень хорошо. Ну, и шансов, соответственно, становится больше. Явно больше. Через минуту появится Рошан. Ну, вы посмотрите, Кираса здесь, чтобы быстрее бить, чтобы ауру тиммейтам давать. Ну, Supreme мне сегодня нравится, да? Молодец. Он, ну, во-первых, не супер нагло рискует, то есть он там не лезет куда-то там на очевидные места, фраг, где могут стоять ворды, куда-то там под товара в своем инвизе. Он четко выискивает людей, убивает их. Девять фрагов человека. Девять, один, одиннадцать. О чем-то говорит. Ну, и мы видели уже, какие тайминговые у него и торнадо летают, и емпешки хорошие. То есть, ну, он действует пока... Вот из команды альтернейт. То есть, его, да и вот этого товарища Шеду Демана, конечно, хотелось бы отметить. Ибо парни полезные. Я думаю, это понятно. Ну, вот то, что они пытаются куда-то идти, кого-то где-то искать. Ну, опять, потеряно очень много времени. Как бы в тот момент, когда я говорил об этом, надо было как-то пойти и постараться... спрессовать, попрессовать, что-то такое поделать. Ну, потому что вот сейчас мы видим имперцы с каждой минуты... Пять тысяч голды, шесть тысяч... И с каждой минуты они сравниваются. То есть, СФ, МКБ добрал, да? МКБ на секунду. У человека с БКБ проблемы недавно были. Здесь появляются хорошие артефакты. И еще Рошана заберется через имперцы. Камбэк Израиль. Ну, так и Шекер отрезает все попытки подхода. Шарды. Торнадо по четверым. ЕМП нету. Резоль здесь закрыла. Но Резоль не боится никого. У него две жизни. Но Альтернет не будет же сейчас нападать, правильно? Лучше вот Суприму здесь подождать того, кто будет как-то отходить. Или просто имперцы пойдут в драку. Это тоже, в принципе, вариант. Ну что же, инвокер, двушка сверху. Ну, Т2 забирает Тим Импари. Это последняя Т2-вышка. Там, кстати, полетел уже очень далеко гирокоптер. Надо кому-то сюда подтягиваться. Подтягивается только Алоха. Ну и пошли сейчас качели. Туда-назад раскачивают друг друга команды. Боятся лезть альтернейт. Имперцы пытаются их поймать. И один раз уже поймали. И могут поймать еще раз. Вот сейчас поймает нишу. Шейкер прыгает. Моментально его надо сбрить. Вот так и случилось. Старнадо опять-таки по-двоим хорошее. Но Фир без маны здесь будет. Шейкера отлично затолкали. Ультанул он по бойну. Колдаун пошел от экзотического оленя. Шейкер жив. Пошел шар после байбека. Шейкера сейвят грейвом. Шейкер, в принципе, фиссуру должен еще одну до смерти дать. Не дает он фиссуру. Долго думал. Там, тем временем, попрыгал хорошо Джаггернаут. Убили Шейкера пока и дазла. Сеф по-прежнему жив стоит в слепе. Разбудили его прямо сейчас. Пошли проклятия от товарища Шедоу Демона. Но пока в драках, вы знаете, эти проклятия не очень хорошо видны. То, что Резоль выжил. Это самое главное. 2-2. Это все на руку Team Empire. Эти вот эти размен 2-2. Это все на руку имперцам. Потому что байбек был еще от Туисика. И мы видим в плюс 2-600 голды и 2-600 эксп. Империя почти отыгралась. Да. Молодцы. Молодцы Team Empire. Действительно, почти отыгрались. Осталось им прям вот совсем. Совсем-совсем чуть-чуть. И можно будет сказать, что они уже полностью отыгрались. Ну, а вот оно оружие Y. Чужой лес. Ниша погибает. Ну и 24-31. И смотрите, и по фрагам возвращаются. И по всему возвращаются. По чуть-чуть. И инвокер уже внезапно не такой уже суперполезный. Да, когда... Как он был в начале игры. Когда он там выбегал, цеплял, убивал. Выбегал, цеплял, убивал. Ну, а тут вот не так уже. Ну, что же будет дальше? Инвокер покупает себе Аганим. А-а-а-а. Будет Аганим. Ну, и МКБ от Джокера. Два МКБ. И вы знаете, у Гирокоптера проблемы. Два МКБ у Импайр. Это уже очень серьезная заявочка на победу-то в этом матче. В матче, в котором в какой-то момент казалось, что у Империи все настолько печально, что мне просто не хотелось вообще ничего говорить, чтобы, не дай бог, кого-то не обидеть. 0-7, ноуфир. По-прежнему ужасная игра Дазла. Вот это я могу сказать точно. Потому что он действительно ужасный. Напали на Резоли. Резоли, кстати, больно. Сайлент. Подставляется под ЕМП Торнадо. Раскрутился. Какая-то странная ракета такая летит. Ну, и, кстати, ворованный ЕМП есть у Алохи. И это неплохо. Можно, можно хорошо его дать. Так, Валрус Панч по Сайленту застанила там товарища. Ну, бездарно О'Дан Эггис, если честно. Очень бездарно О'Дан Эггис. Не было ни Торнадо, ни Хилла, ни Грейва. Могу быть Грейв потом под Хилл. И потом еще одна. Попытка захода. Так, вот так вот. Ну, в принципе, О'Данна была вовремя, потому что заканчивала свои действия. Так что все нормально. Так, Сайлент. Хорошо. БКБ прожимает Экзотик Дир. Держит Сайлента. Есть Грейв. Хорошо, Шекер. Боже, ужасный ультимейт от Флоу. Резоль на хайграунде дает ульт. Отгоняет людей отсюда. Ниша ворвался, убил Рубика. Его надо за это тоже убить. Флоу ворвался в Суприма. Суприма убили. Джиггернаут. Отличный ультимейт. Экзотик Дир проседает. Его как-то надо остановить. Пошел в Слоу. Пайзон. Ну и надо забирать как минимум бараки. Здесь либо заставлять инвокера выкупаться. Есть Грейв. Бэйн. Есть Слип на Сайлента. Сайлент стоит в Слипе. Хилиться. Падают бараки. И Пайр все-таки сносят. Здесь бараки. Молодцы. Имперцы. Но это еще не все. Но Фир никогда не играл на дозре официальных матчей. И не надо. Скажу я вам так. Потому что пока плохо. Ну ладно. В этой драке уже более-менее. Но ошибок уже наделал действительно очень много. Так нельзя. Резоль. Резоль. Видно. Резоль. И это минус. Ну вот не стоит забывать, что как бы эти ребята там могут цеплять-то через пурш и не отпускать. Все-таки штука-то очень крутая. Ну, посидит, наверное. Подумает над своим поведением. Почти Бутерфляй имеется. Вот если бы не умер, был бы Бутерфляй. Там, правда, Сатаник появляется у Экзотик Дира. Ну и тут БКБ у Флоу. БКБ, кстати, хорошая штука. Продолжение следует. Так. Алоха. Поднял. Это, кстати, очень важный фраг. Очень важный фраг, если будет. Но есть Форстап и бежать. Шейкер! Флоу! Блестяще. А вот это вот блестяще. А вот это вот важный фраг был. Ну вот Флоу, вы знаете. Чешир сегодня играл в матче против Тестраиджекса, если вы смотрели. Но там не самый лучший был матч. А здесь Флоу вот прям очень хорошо играет. Как бы намекает, что, ребят, я понимаю, что Фаникс едет с вами на Дримхак. Ну там, да, у Фаника виза, есть все дела, все нормально, с документами. Ну, может, я тоже могу. Я тоже могу, ребят. Я тоже могу. Я тоже могу. Так, Миди, Экзотик Дир. Экзотик Дир прячут его. Байбэк у него, кстати, есть. И Сайлент хочет подраться. Сайлент хочет подраться. Пошло ПВП с Экзотическим Оленем. Но не погибает пока. А вот со второй попытки может умереть и он, и Роберт Найн. Да, так оно и есть. Ниша пытается убежать. Ну, шарды поставил. Забьют ли сейчас и перцы. Суприм. Ниша тут живы. Байбэк надо выбивать с Кирокоптера. Прекрасно они это понимают. Но Шейкер пытается загнать Нишу. Не получается. Врыв. Алоха. Подбросили. И Алоху просто разорвало. Как же неприятно-то, а? Вернем. Сэпчик там. С бутербайджиком-то. И с Сайлентом не став. Пушат. Вместе с Флоом. У Флоу, кстати, ультимат через 7 секунд. Вот маны бы только где-то насобирать, но эта мана натикает, возможно. Ну, тюмейт-то дорого стоит. Падает Т3. Спрятали Джиггернаута. Ну, Джиггернаут тут надо улетать. Резоль с руки пытается избить. Вот он Шекер. Идет в толпу ультовать. Шекер просто пешком идет. Нет, не решил не ультовать. Ну, кстати, Резоль просто сдох, и это очень плохо, а Савер тоже. Очень, очень, очень плохо. Вот так вот умирать. Ну, нельзя. Ну, нельзя, ребята, ну что же вы делаете? Ну, сбакуйтесь же. Да вы начинаете. Геро-коптер может бить больно, если его отпустят. Мне интересно, что здесь будет добирать Суприм, 3-700. Будет ли в контроль какой-то идти, или же считает, что контроля, в принципе, хватает. Можно как-то в другие вещи удариться. Вот, вот что интересно. Появляется тем временем шикарный артефакт на Тусике. Это Алибарда. Ну, и Хевенс Хелбард, вы сами понимаете, что и против Резоли. И против Сайлента. Это то, что надо. Сайлента, Мьолнир, МКБ, Сэнджин, Яша. Сэфу, хоть бы души набить-то. Говорит Резоль, да что вы со мной делаете, черти? Дайте мне хотя бы души набить. Ну, набьет, набьет. Это точно. Ну, и тут пошла очередная драка. Надо как бы поубивать форт Спиритов. Для Сайлента это не проблема. А форт Спириты... Ну, и драка на Рошане. Вы знаете, это будет одна из самых важных драк. Сыр Аэгис. Так, хорошо. Ворвался Экзотик Дир. Подняли его. БКБ все прожимают. Сайлент пытается убить нишу. Да, убили. Нету ниши. Сэфа убили, убили. Также, что самое главное Шейкера. Шейкера тоже не будет. У Сэфа нет байбека. Сайлент делится до конца. Пошел ультимейт. Прыгает по бою. Ну, очень много его прячут. Боже, как же четко все делают. Здесь альтернейт. Но не хватает этого. Немножко и двое на хайграунде. По-прежнему, стоят ребята и будут там стоять довольно долго. Хотя, посмотрите, на этот на хайграунде, на хайграунде. Боже, какая глупая война. Продолжается эта драка. Сайлент дерется с этим диром. Шейкер пришел. Шейкер. И еще вот этого можно убить. Шейкер запрыгивает к нему. И это еще один фраг. Это полное вытирание команды из пяти мужчин в исполнении Сайлента и тиммейтов. Ну, в первую очередь, наверное, Сайлента. Как же четко драли здесь альтернейт. Но немножко им не хватило. Нету четырех байбеков. И это должен быть поход. Крестовый поход. В трон. Ну, а зачем? Ну, идите ж в трон. Там же нету... А, есть глиф, извините. Глиф там все-таки есть. Пытается сделать что-то в соло Элле, товарищи, лесах, но моментально его сбривают. И это 1-0 в пользу Эмпайра. Ну, хорошая игра получилась. Хороший камбэк от Империи. Ну, наверное, на второй карте будет тяжелее альтернейтам. Наверное. Наверное. Я сказать мне тяжело. Ну, что же, ребят, на вторую карту... Как я уже сказал, на свое рабочее место заступит Виктор Волков. Так что встречайте его. С вами сегодня был Вилат. Я вернусь на матч Старвладера завтра. Спасибо всем за внимание. Ну, никуда.